знаете мы такая страна мы никогда никому не лезем сами у нас есть великая поговорка кто к нам с мечом придет от меча и погибнет мы никому не навязываемся но мы всегда справедливы и то что сейчас происходит это нам навязано извне и мы просто защищаемся мы просто защищаемся поэтому я думаю что сейчас данное изменение ситуации будущем на будет зависеть не от наших действий от желаний намерения наших врагов давайте говорить открыто врагов то есть что они предпринут как они захотят нас еще задать как мы вынуждены будем защищаться и сейчас происходят очень правильные процессы которых мы кстати давно уже говорили что хватит хватит стоять протянутой рукой возле европы когда нас ждут назад на востоке уже давно пора сотрудничать с востоком вот дел наши конкурент наши не конкретно вот наши партнеры которые стремительно развиваются которые готовы к сотрудничеству вот смотрите вели против нас санкции европы сама же сейчас страдает а сейчас вот последняя новость дмитрий медведев в таиланде подписывает соглашение и приглашает на наш рынок на это наоборот здорово тайские продукты гораздо лучше европейских они более экологичны они еще более дешевые доступны и так далее да более полезные для здоровья здорово пожалуйста а теперь пускай европейские бизнесмены кусают локти потому что они выбрали такие правительства которые ведут такую политику которая прогибается под интересы заокеанских друзей которые непонятно где находятся за тысячи километров тогда когда рядом через границу есть друзья соседи вот с кем надо работать и дружить но мы слушаем почему-то они точнее слушают голос из-за океана и вот сейчас получают убытки а те кто хочет работать сейчас получают наш рынок это будет взаимовыгодное сотрудничество поэтому я думаю что мы будем и дальше разворачиваться лицом к востоку также к латинской америке то есть это ближайшие перспективы развития внешней политики что касается внутренней политики я думаю грядут существенные перемены я думаю что больше не будет на выборах таких различных черных технологий карусели там и так далее так далее что сейчас власть действительно начинает работать с лидерами общественного мнения и что в ближайшее время допустим если брать законодательную власть до выбор не выборные должности будут приходить непосредственные лидеры общественного мнения и профессионализм в том числе и в законодательной власти будет меняться то есть вот вкратце что могу сказать по такой вот ситуации